Наш гость Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр, ну что скажете по поводу вот этого заявления Ходорковского о том, что россияне, возможно, просто потеряли свою же грязную бомбу? В принципе, это не имеет никакого значения на самом деле, потому что у России есть все возможности абсолютно создать ту же самую грязную бомбу. У них достаточно отходов ядерного топлива, у них достаточно возможностей. Россия проводила испытания такой бомбы на севере в районе Ладожского озера. Об этом уже сообщают разные источники и могла проводить там. То есть у них есть абсолютно все возможности для того, чтобы это создать, ничего не теряя, не придумывая там никакую конспирологию абсолютно. Поэтому вот как раз у украинской стороны нет возможности этого сделать, потому что Украина постоянно приглашает специалистов МАГАТЭ. Сейчас, как известно, снова по приглашению министра иностранных дел они приедут во главе с директором организации МАГАТЭ и будут инспектировать наши объекты. Поэтому мы в этом плане абсолютно открыты, мы подотчетны. Я хочу напомнить просто, что Украина как раз таки, когда подписывала договор о нераспространении ядерного оружия, взяла на себя ряд обязательств. Помимо этого мы взяли на себя ряд обязательств, в том числе и по эксплуатации, безопасной эксплуатации атомных наших объектов, мирного атома. Ну то есть наших ядерных атомных электростанций. Мы этого придерживаемся и наших договоренностей. Вот как раз Россия, когда она захватывала то Чернобыльскую АЭС, помните, тогда тоже начали говорить со стороны России о том, что возможно какая-то грязная бомба там будет и так далее. Сейчас они удерживают силой, вопреки норм международного права, как террористы удерживают объект очень важной критической инфраструктуры, Запорожскую атомную электростанцию. Кстати, я хочу напомнить, что есть предписание той же МАГАТЭ о том, что станция должна быть демилитаризирована, оттуда должны быть выведены войска российские, там должна быть создана зона безопасности. Это не выполняется. То есть я могу сказать по-другому. Добавлю к тому, что сказал господин Ходорковский. Сейчас в руках у России фактически, наверное, самая большая грязная бомба, что может быть, это Запорожская АЭС. Прошу прощения, но заминировав, была информация о том, что могли заминировать некоторые помещения. И потом, мы же знаем, что там находится вооружение, там находятся вооруженные люди, там находится бронетехника войск России. Они периодически обстреливают, пытаясь обвинить в этом Украину. Вот сейчас у них фактически они держат в заложниках весь мир и угрожают тем, что в случае каких-то там, скажем, действий украинских войск по дальнейшему освобождению и деоккупации нашей территории, они грязят тем, что они там будут использовать грязную бомбу и так далее. Поэтому у них, у России как раз есть масса возможностей для того, чтобы создать. И, возможно, у них действительно эта бомба уже есть создана, я в этом и не сомневаюсь. То есть, в принципе, из какого ядерного топлива, с каких веществ, это уже, мне кажется, имеет меньшее значение. Потому что, само по себе, таких, скажем так, источников, откуда Россия могла бы черпать тоже цезий или радиоактивные отходы, у них на самом деле масса. Скажите, вот российские оккупационные войска держат на боевом дежурстве в Черном, Азовском и Средиземном морях 19 кораблей и катеров, среди которых 8 носителей крылатых ракет «Калибр». Была информация, что на днях группировки в Черном море добавилась еще одна подводная лодка, ракетоносец. Вот снова замышляют новые обстрелы? Ну, мы видим, что обстрелы, они носят такой перманентный характер, то есть, где-то раз в неделю, 2-3 дня российские войска пытаются интенсивно обстреливать с помощью и дронов, и с помощью и ракет различных типов. Ну, в основном это крылатые ракеты «Калибр» либо «Ха-101», либо другие разновидности противокорабельных ракет. Они продолжают практику ракетного террора. Мы видим цели и объекты, по которым прилетают иногда российские ракеты. Это цели, которые находятся в мирных городах, ведут разрушение именно гражданской критической инфраструктуры. И они продолжают упорно пытаться уничтожить максимум наших объектов гражданской инфраструктуры, для того, чтобы создать тут проблемы и со светом, и водоснабжением, и так далее. Скажем так, мы видим, что где-то процентов 60 российских ракет сбивают украинские средства противовоздушной обороны. Я думаю, что будет больше, как только нам наши партнеры будут предоставлять такие системы, как «Айристи» и «Насамс». Но в принципе, в целом, можно сказать, что тенденции, скажем так, к тому, что Россия прекратит ракетные обстрелы, их, к сожалению, сейчас не видно. Но мы можем констатировать следующее, что поддерживать интенсивность огня на уровне где-то, ну, максимальном уровне до 100 ударов ракетами за сутки, Россия не может на протяжении нескольких дней. То есть мы видим, что есть обострение, потом это идет на спад. Это свидетельствует о том, что даже при всем их желании, которое непосредственно, я думаю, присутствует сейчас, наносить как можно больше ударов, у них нету, скажем так, возможностей для того, чтобы реализовывать в полной мере эти цели. Ну, то есть они бы хотели, наверное, интенсивнее, они бы хотели, чтобы больше ракет долетало до цели и проходили наши средства противовоздушной обороны, но не могут, поскольку ресурсы у них не бездонные. Это тоже необходимо признать. Ну и плюс украинские средства противовоздушной обороны, скажем так, их способности увеличиваются. Опять же, такие, как только наши партнеры передают нам помощь. Давайте вернемся к ядерной теме. В РФ начались ядерные учения. Речь идет об отработке задачи нанесения массированного ядерного удара. О котором мы сейчас видим на экране, видно, как президент РФ во время доклада Шойгу заметно нервничает. Постоянно перекладывает ручки и бумагу, не знает, куда деть руки. Как вы считаете, понимает, что поднял ставки до предела? Ну я тоже заметил этот момент, я на него обратил внимание, какая вот неуверенность такая, вы знаете, там, это же когда человек, ну скажем так, не уверен как-то, у него есть какие-то там сомнения возникают, может быть какие-то там элементы страха, еще чего-то. То он начинает каким-то образом то взгляд отводить, то какие-то там переводить внимание на какие-то перекладывания вещей, там, ручек, бумажек и тому подобное. И тут тоже такое, ну стало, это стало заметно. Ну действительно ставки поднимает Россия и продолжает вот эскалацию свою, но как мне кажется, мы видим, что и Запад не, скажем, не умалчивает и не оставляет просто так вот эти, скажем, безосновательные угрозы, которые создает Россия для всего мира. Ведь сегодня же вопрос не только российско-украинской войны, а вопрос вообще мировой безопасности. Ведь то, что Россия в дальнейшем говорит то о грязной бомбе, то о тактическом ядерном оружии, оно не может оставлять просто Запад без реакции. И как мне кажется, вот дискуссии о так называемой грязной бомбе, это тоже в России пошло от, скажем, неуверенности и нежелания взять ответственность за свои действия. Ведь вспомните 21 сентября. Путин выглядел на видео более уверенным в видеообращении. И помним, как он говорил о том, что он не блефует, что может использовать в том числе и тактическое ядерное оружие. Но тогда это была прямая угроза. Тогда это звучало из уст российского президента для всего мира, не только для Украины. Но и мне кажется, что по соответствующим каналам в Кремле и не только в Кремле получили ответную реакцию от западных лидеров, от США, Британии, Франции, НАТО в целом. О том, что они будут отвечать. И о том, что они не оставят просто так, скажем, действия России, если они все-таки придут к тому, что необходимо наносить какие-то тактические ядерные удары. И после этого произошел откат, как мне кажется. Потому что пошли обвинения Украины в том, что якобы мы готовимся какую-то б***ю использовать. Ну и это все, что мы знаем. Откуда эти обвинения? Эти обвинения как раз из неуверенности. Потому что если бы они твердо и решительно были готовы использовать, они бы об этом заявляли в Кремле и говорили, да, это мы. Да, мы готовимся. Да, если что, мы нанесем ядерный удар. А мы видим, что идет такая вот позиция о том, что сменяются акценты. Ну, вы знаете, да, мы там, может быть, ядерная, скажем так, ядерная опасность, но не мы же за этим стоим и так далее. Мне кажется, что это после реакции Запада. И поэтому, как только реакция Запада будет жесткая, будет демонстративная, и Россия будет получать четкие сигналы, что нельзя, скажем, вопреки системам международной безопасности, международного права и международных соглашений, ставить мир на, скажем, на риски масштабного ядерного противостояния, тем, мне кажется, и риторика, она где-то будет не то что смягчаться, но она будет уводиться в сторону каких-то безосновательных обвинений, провокаций и тому подобное. Ну, вот пока Путин, да, прощупывает своих западных партнеров, если можно так сказать, да, и получает от них четкие месседжи, оккупанты на позициях размещают вот такие нелепые конструкции с уголковыми отражателями. Вот такие конструкции, по легенде, должны как бы притягивать к себе ракеты, да, сценарий примерно такой. Летит, например, вот ракета, видит своим радаром это пугало огородной думы, это может это на самом деле танк, да, дай-ка я на всякий случай его взорву. А вот эта технология с этими отражателями, это ведь для современного оружия каменный век. Зачем они позорятся вот этими избушками на курьих ножках, как вы считаете? Ну, вы знаете, мне кажется, что это своего рода от безысходности, от того, что необходимо имитировать какую-то деятельность, от того, что не хватает современного оружия, а африканс воевать он постоянно поступает. Вы знаете, ну это вот так же, как и ситуация, которая была в Харьковской области. Когда она была под оккупацией со стороны там Балаклея и других населенных пунктов, вот недавно Ройтерс как раз опубликовал материалы, документы, которые были найдены там. Это как раз вот учетные, это как раз записи и журналы отдельных воинских частей, которые там находились. И когда там четко указывается о том, что не хватало оружия, не хватало дронов современных, не хватало боекомплекта, но тем не менее были приказы стоять, были приказы удерживать позиции, были приказы о том, что необходимо придумывать какие-то, скажем так, вещи, аспекты усовершенствования оборонительных позиций, несмотря на отсутствие современных вооружений. Так и тут. Мне кажется, та же самая ситуация, поскольку вы абсолютно правильно сказали, каменный век, потому что если современная ракета или там снаряд для системы Хаймарс летит по координатам наведения заданным оператором с помощью спутника через систему GPS, но, прошу прощения, ему абсолютно все равно, какие там отражатели, где они находятся, его этим просто не отведешь. Поэтому это просто от какой-то безысходности, наверное. Знаете, как водители когда-то размещали CD-диски под лобовым стеклом, думая, что они могут отражать радары, и радар не заметит превышение скорости. Спасибо вам большое за ваш интересный рассказ, за комментарий. Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, был с нами на связи. Благодарю вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok